Начнем выпуск с дневников небесной ярмарки. В Кунгуре в 17-й раз отшумело самое воздушное мероприятие. Все итоги фестиваля воздухоплавателей в нашей традиционной рубрике. Традиционная пресс-конференция, посвященная в этом году итогам 17-го фестиваля небесная ярмарка, собрала пилотов, организаторов и представителей прессы в конференц-зале туркомплекса «Сталагмид». Удалось ли выполнить задания, расскажет Мария Алыева. Подводя итоги 17-й фестиваль на неделе, воздухоплаватели отмечают – погода в этом году не подвела. Из семи дней праздника лишь два полета совершить не удалось. В рамках спортивной составляющей фестиваля пилоты поднялись в воздух 7 раз, выполнив 33 спортивных задания. Напомним, в рамках небесной ярмарки 2018 состоялся Кубок России по воздухоплаванию. И Кубок России по воздухоплаванию среди молодежи. По итогам всех состязаний определились победители. Победителями стали Жоков Митрий Тула, третье место, второе место – Снегков Олег Тула и первое место – Снегков Москва. Точно такими результатами у нас прошел засчет по Кубку России. По первенству России среди молодежи и статус распределились следующим образом. Третье место – Ваня Николаев, город Кулгор, второе место – Депрак Илья, город Кулгор и первое место – Митрий Тула. На итоговой пресс-конференции глава города Сергей Гордеев поделился своими впечатлениями от фестиваля. Ведь в качестве градоначальника на таком мероприятии он впервые. Сергей Васильевич от лица администрации города поблагодарил всех представителей средств массовой информации за плодотворную работу на фестивале. Ежегодно в международном фестивале «Небесная ярмарка» принимают участие в среднем более двух десятков экипажей. Тепловых аэростатов со всего мира. Многие пилоты уже успели за это время стать постоянными участниками фестиваля «Покорители неба» в Кунгуре. Ну и практически каждый год в наш город приезжают новые экипажи воздухоплавателей. Так, например, Артур Джишковский, поляк, в этом году впервые принял участие в фестивале «Небесная ярмарка» в Кунгуре. На итоговой конференции пилот поделился с представителями СМИ и организаторами своими впечатлениями от фестиваля. Мы, конечно, не жалели, что мы приехали. Мы очень рады, потому что у нас, ну вообще, красавец, мы все очень дружеско к нам относятся. И очень красиво, живописный город, живописный район вообще. Международный фестиваль «Небесная ярмарка» – это каждый год что-то новое и интересное. Расстояние не пугают пилотов, желающих покорить небо над Кунгуром и разглядеть просторы кунгурской земли. Ведь все они в душе романтики и экстремалы. У каждого из них своя связь с небесной стихией. И на будущий год они обязательно приедут к нам вновь. Подведение итогов 17-го международного фестиваля «Небесная ярмарка» завершилось торжественной церемонией награждения пилотов. Чьи имена появились на медальонах в сквере воздухоплавателей, знает Мария Спиридонова. Традиционно в заключительный день праздника в сквере воздухоплавателей жители и гости города чествуют лучших и достойных пилотов, сумевших доказать свой профессионализм в небе. Несмотря на то, что пару раз полеты отменялись, участники небесной ярмарки сумели справиться с абсолютно всеми подготовленными заданиями. В завершение спортивного фестиваля участников поздравил министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов. Дорогие друзья, уважаемые спортсмены, зрители и гости, поздравляю с завершением среднедневного спортивного марафона. За это время спортсмены показывали свое мастерство, вы наслаждались и получали удовольствие. Что могу сказать? Конечно же, поздравляю всех победителей и призеров, кому не повезло. Наверное, повезло в следующем году. Большое спасибо спортсменам, что вы доставили такой праздник для зрителей. Любовь к кунгурскому небу притягивает пилота со всей необъятной России и мира. По итогам соревнований, безусловным победителем 13-го кубка по воздухоплавательному спорту стал один из сильнейших пилотов – москвич Латыпов Сергей, взявший высокую планку с самого начала. Второе место досталось Тулику Олегу Сниткову, ну а третью ступеньку пьедестала занял Дмитрий Жохов. Победитель соревнований поделился своим мнением о проведении фестиваля, рассказав о своих соперниках и сравнив сегодняшний кунгур с прошлым годом. Соответственно, ради этого спорта я сюда приехал, получил то, что хотел. Прекрасный директор, прекрасная организация. Я считаю, что кунгур в этом году – это лучшее российское мероприятие. В целом, я рад, что воздухоплавный в нашей стране поднимается, появляются новые пилоты. Дима Роков – молодой пилот. Второе место замен Олег Снитков. Достаточно долго летает, уровень у него повышается. И несмотря на то, что я хороший пилот, все равно в какой-то момент ты понимаешь, что себя могут догнать. Это добавляет мотивации и двигаться дальше. Тем временем у подножья символа воздухоплавателей Никитки Летуна свое почетное место заняли именные медали победителей. А закончилось награждение традиционно – праздничным залпом, современным фото и купанием пилотов в шампанском. КОНЕЦ КОНЕЦ